Ноутбук ASUS FX553VE Сразу хочу сказать, что несмотря на надпись Strix и Republic of Gamers на этом ноутбуке и видеокарту TI, никакого упоминания почему-то нет, что она состоит в серии Republic of Gamers, поэтому будем говорить об этом аппарате как о самостоятельном аппарате с самостоятельной серией. Давайте посмотрим на него поближе. Крышка ноутбука, вот эта часть выполнена из алюминия, здесь имеются ребры жесткости, она довольно сильно прогибается, вот эта часть выполнена у нас из пластика, ну и логотип ASUS по центру. Рабочая поверхность у нас имеет характерную шлифовку, собственно говоря, такую клавиатуру вы скорее всего уже видели в GL серии, в Strix серии ASUS, она практически полностью идентична, повторяет. То есть также в ASD они покрашены по бокам красным, подсветка также имеется красная, но подключение у нас над цифровым блоком. Ну и тачпад обычный, средний, нажимается внизу, жест воспринимает хорошо. Диагональ дисплея составляет у нас 15,6 дюйма, разрешение Full HD, покрытие антибликовость, к сожалению, матрица TN, но несмотря на это, здесь неплохие углы обзора. Что касается звука, звук мне понравился, он такой, из средне-высокого сегмента, так можно сказать, можно даже без наушников и без колонок использовать. Основные порты расположены по левой грани, по правой грани тоже есть один, это USB 2.0, и здесь у нас имеется еще два USB 3.0, есть Type-C, есть видеовыход HDMI и есть один LAN. Здесь, можете обратить внимание, есть еще заглушка, то есть предполагается, что эти модели еще устанавливаются DVD-приводы, ну что странно в наши дни. Весит 2,5 килограмма от аппарата, в толщину 3 сантиметра, толстенький. За производительство в этом ноутбуке отвечает процессор Intel Core i5, 4-ядерный, 7-го поколения. Здесь установлены видеокарты 1050 Ti, к сожалению, только с 2-мя гигабайтами видеопамяти. Также для хранения данных имеется терабайтный жесткий диск, 28 гигабайт SSD и 12 гигабайт оперативной памяти DDR4, которая установлена в двух слотах. Что можно сказать о производительстве этого ноутбука? Ну, его достаточно будет для офисной работы, его достаточно будет для повседневной работы, можно его использовать как мультимедийный девайс, можно на нем будет редактировать видео, если ваша программа редактирует на процессоре, а i5 с этим без проблем справится. Но если говорить о нем как об игровом аппарате, тут возникает небольшая проблема, связанная с тем, что здесь 2 гигабайта видеопамяти для такой производительной видеокарты, ну, я считаю, что Ti это производительная видеокарта, 1050 Ti, само собой, это маловато. Поэтому я думаю, что он должен позиционироваться больше как мультимедийный аппарат, с возможностью поиграть в какие-то нетребовательные игры, которым не нужно больше 2 гигов видеопамяти. Что можно в итоге сказать про этот аппарат? У него стильный дизайн в стиле серии ROG, у него применяется алюминий здесь и на крышке, у него хорошая начинка с 4-ядерным процессором с Ti-видеокартой с достойным охлаждением, то есть вы можете играть спокойно, у вас перегреваться не будет. Здесь имеется подсвет клавиатуры, к сожалению, правда только красного цвета, здесь есть SSD-накопитель уже из коробки, Здесь достаточное количество оперативной памяти, здесь 2 года гарантия от производителя. Стоит он, к сожалению, не так уж и дешево, стоит он 75 тысяч, так что сами делайте, выбор подойдет вам или нет. Большое спасибо за просмотр и до свидания. Продолжение следует...